всем привет дорогие друзья и снова с вами станислав на канале шустрый бум сегодня готовим арахисовую пасту у нас на дворе уже весна всех с праздничком всех с наступившей весной ну и конечно хорошего настроения ну что с хорошим настроением начинаем готовить ореховую пасту на завтрак это самое любимое блюдо моих деток вот сегодня поделюсь этим рецептом начинаем готовить поехали ну и для начала я немного усложнил себе саму процедуру почему потому что у меня орех шелухи лучше приобрести конечно же без шелухи отправляем форму у меня здесь ровно 600 грамм разравниваем по всей плоскости формы и отправляем в духовочку прям холодную духовку примерно на 20-25 минут при температуре 170 градусов самое главное не пережарить наш арахис чтобы он потом не горчил поэтому через каждых пять минут нужно будет их немного шуршить мешать чтобы они вот реально хорошо и равномерно прожарились слушать буду на улице это очень удобно во первых шкарлупа очень сильно разлетается неохота потом убирать пол кухни вернее всю кухню очищаем от шелухи весь арахис эта процедура занимает не очень большое количество но как я сказал вначале лучше конечно приобрести чищеную чищеный уже арахис степень прожарки ну чуть-чуть они у меня такие розовенькие если вы хотите чуть-чуть мощнее более ароматный ароматную пасту чуть чуть больше прожарьте но мне нравится вот именно такая прожарка все сейчас наши орешки отправляем в комбайн закрываем нашу чашу крышкой чтобы не разлетались наши орешки по всей кухне и на средних оборотах начинаем дробить наш орех буквально через минуту наш дробленный уже орех начинает мокрить выделять масло нужно помочь снять со стенок с помощью ложки закрываем крышкой и дальше дробим буквально спустя 2-3 минуты отправляю щепотку соли 2 столовые ложки сахара и одну чайную ложку меда с горкой и буквально 2 столовые ложки подсолнечного масла закрываем крышкой и опять же дальше дробим по мере сбивания буквально открывал крышку на раз 6-7 вот последний раз открыл снимаем по стеночкам 5 и буквально еще минуту-полторы и наша паста арахисовая готова и и и и и Перекидываем из чаши уже в баночку нашу готовую массу. Ореховая паста горячая, это нормально, если у вас даже будет нагреваться чаша, не переживайте, это нормально. При дроблении, при получении масла нагревается уже сама масса и конечно же передает тепло чаши. Аромат стоит просто обалденный друзья, очень шикарный аромат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот и все, дорогие друзья. Мы получили из 600 грамм орехов пасты 580 грамм. Я считаю это вообще шикарно. Готовьте вместе со мной, дорогие друзья. А я хочу попробовать, что же у меня все-таки получилось. Вкуснятина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Супер! Понравился рецепт? Ставь лайк, а также делись с друзьями. Не забудь подписаться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых интересных рецептов. Готовьте вместе со мной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...